и вы такие охренеть как можно жить было ли у вас такой опыт когда вы принимали какое-то решение оно было неправильно а нет не было когда вы приняли и ввязались любое решение это всегда было правильно вашей жизни потому что это был выбор который вы сделали а когда вы делаете выбор вы не можете быть неправы понимать проблема создаются тогда когда вы не принимаете решение когда вы принимаете решение подождать когда что-то изменится но это всегда ведет вас к тому что вы просто теряете годы поэтому принимайте решение критериям принятия решения будет что слова то есть вы делаете прямо сейчас вы звоните и говорите извините мы будем я больше с вами не работать понимаете когда вы принимаете решение здесь сейчас это освобождающая идея потому что можете потерять все в этом сентябре у меня была очень сложная ситуация представляете за мной успех 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 9 900 там 600 миллионов выручки и тут мне нужно принять решение интуитивно понимаешь что структура компании неправильно 180 человек я принимаю решение сократить ее до 7 понимать что было на кону и все вокруг не то чтобы союзники этого решения все смотрят никто не хочет брать на себя кровь никто не хочет брать на себя принятие решения я начинаю копать себя я понимаю что это мой страх потерять лицо прежде всего что эти сейчас делаю все потеряются все скажем ну и где твой бм а самое главное близкие люди скажут охренеть ты круто все просрал да но когда я понял что это мой страх я понял в чем проблема ты бегаешь от страха а страх бежит за тобой и ты ничего за ними делать и вроде быстрее бежишь а он тоже ты медленно и и ты сел на пенек он сидит рядом курит тура единственная возможность со страхом когда ты понял и детектировал свой страх надо идти на него потому что как только вы встретитесь да будет момент но вы прошли страх пошел в свою сторону вы пошли в свою самое главное что вы освободились от идеи страха надо бизнес пару раз потерять для того чтобы понять что не в бизнесе дело отдела вашей способности влиять на свою судьбу теперь я вам дам главный секрет сумки сказал что в древности полководцы делали так они сначала делали непобедимыми себя второе и в этом состоянии выжигали выжидали врага ключевая идея вы знаете почему наш полк победит потому что мы не можем проиграть мы не можем проиграть на нас все это внешние баллы оценки для нас это игра который является следствием но вся победа у нас внутри нас потому что мы все поставили цели мы все сплотились мы все почувствовали эту победу мы все стали непобедимыми а в чем это непобедимость когда ты понимаешь что дело не в партнере что дело не в деньгах все дело не каких-то договоренностях а дело в твоем решении внутри быть счастливым в твоем решении ловить кайф от того что происходит а кайф происходит только от двух вещей знаете от чего от количества солнечных дней в годов и второе от твоего окружения если вам плохо то вы находитесь в окружении людей которые не разделяют ваших истинных ценностей внешние ценности могут быть вот у дима да ну вроде бы развитие бизнес но истинные ценности не те он не чувствует этого потому что он чувствует что-то не то но он не может распознать свои истинные ценности а истинные ценности может быть их надо понимать это действовать из кайфа это действует с людьми с которыми ты делишь хлеб который делится с тобой хлебом но если вы не зарабатываете на хлеб то тебе дадут хлеб понимаете что происходит почему я для димы хорош потому что даже если дима будет в полной жопе я ему дам квартиру я его поселил у себя дома я ему дам все возможности для того чтобы он реализовался потому что он для меня важен что такое команда что такое семья семья это те люди которые не придадут вас до конца жизни чтобы вы не совершили это подтверждает притча блудном сыне помните там что произошло было два брата и был огромный отец у которого было большое хозяйство не было два сына и младший сын решил чтобы не дожидаться показ отец умрет и ему достанется наследство он сказал они могут и мне сразу долю отдать того что у меня будет просто не хочу тебе смерти желать отец кого без проблем старший сын этого не понял старший сын сюжет помогал но история с этим сыном была простая прокутил все это наследство с друзьями и стал нищим и никто его не брал на работу даже все друзья естественно испарились исчезли а что это такое здесь отец то я например да который дает развитие дает способности человек ушел но не то что путить они развиваться просто ушел в комфортную среду болото и потом там такая сцена есть сын этот который осознал все он возвращается к отцу и победа его случилось в его голове прежде всего в его голове он принял для себя это решение вот шел с этими мыслями он это не произнес потому что его отец не дала ему это произнести но внутри себя разработал скрипт который он скажет с отцом принял решение он горит отец я был неправ и это осознал дай мне возможность хотя бы работать на тебя я буду работать бесплатно я просто буду работать на нашей ферме отец встретил его на пороге он побежал к нему обнял и сказал как я счастлив что ты вернулся я так счастлив что ты со мной и он не дал ему произнести даже тех слов которые он приготовил старший сын не понял это пока как же так я всю жизнь работал на тебя я тебе помогал он прокутил то наследство потом ты принял его в семью как своего она принял как своего вот кай так счастлив что вернулся я тебя люблю и он понимал что единственная возможность быть в семье это прощать бесконечное количество раз чтобы человек не совершил и ждать его обратно и при этом видеть в нем не худшее а лучше а лучше в нем было потому что он принял это решение он принял решение вернуться и не надо было слов чтобы понять что жизнь всех этих людей изменилась навсегда вот что такое причем лудном сыне когда у вас есть люди которые в жизни способны быть с вами навсегда они не обидятся на то что вы в них плюете они смахнут это вот так и будут ждать пока вы все поймете вернетесь обратно потому что любви в этом мире очень мало и люди которые любят вас на самом деле и готовы стоять вас до конца кормить вас хлебом давать дом давать кровь давать возможности и любить вас просто так за то что вы есть и когда вам на вашем пути встречается такой человек вы очень быстро осознает разницу отношений и я своей команде все сказал вот это и ты вы 15 человек которые вы со мной далеко вы должны не бояться я вас люблю а это означает что какое бы количество ошибок вы не совершили я буду с вами до конца и буду оставить ваши интересы вы заслужили право быть в семье на всю жизнь почему это полк сердца какая у нас командная мы своих не бросают и если есть человек то мы ему даем плечо поддержки мы ему даем все что ему нужно да давайте посмотрим этот момент ничего большие умные дядя на решение надо принять ему самому слабому из всех них потому что они не могут договориться но как только он принял решение ему все начинают помогать потому что сила была только в нем самом кольцо это обыденность это автоматично это использование низких вещей в своем развитии дайте мы на себя и ты не гайку вот низкую человеческую природу используем себе на благо не это не работает вокруг талантливые люди он думает еще я тут он понимает что встречается со своей судьбой у него все мысли крутится в голове он понимает что скоро ему придется принять самое сложное решение вашей жизни способа явного нет это какой-то другой способ они его не понимают он лежит вне области того что они умеют не луки не стрел им не помог все что вы знали он не может это сделать нету прошлым ответа это то что они не знают не понимают они при максимальной неопределенность пока я не знаю дороги я помогу тебе нести это время фродо бэггенс столько сколько потребуется вести если моя жизнь понадобится защитить тебя я отдам наши судьбы в твоих руках если такова воля совета религандера я исполню ее мистер фродо никуда не пойдет без меня да уж вас трудно разлучить если ты проник даже на секретный совет на который он был приглашен а ты нет я не знаю мы тоже пойдем домой мы вернемся только если вы отправите нас в мешках в любом случае вам нужны долговые парты для такого задания похода дело десерскую сформирование приятно отлично когда начинать давайте упражнение короткое сделаем давайте встанем руку на сердце положим закроем глаза спросим себя чего я на самом деле хочу достичь в этом году какая моя цель на эту руку второй вопрос какое решение мне нужно принять прямо сейчас третье каким человеком мне надо стать какие качества в себе развить для того чтобы принять это решение четвертое готов ли я прямо сейчас принять это решение потому что другого момента не будет присаживайтесь не готов что reached 0 2 опл – 80 9 30 2 п 30 Продолжение следует...